Вопрос у Даши, боишься ли ты щекотки? Да, я боюсь щекотки, но я умею терпеть. Конечно, когда с друзьями веселимся, мы уже на взводе все. Знаешь, как говорят, люди, которые боятся щекотки, очень ревнили. Да, я очень ревнию, конечно. Ну, я здраво ревнию. Так вот, приходит к нам вопрос. Катюша, пришел вопрос. Болеть за тебя с кастинга, ты большой молодец, до сих пор не могу поверить, что ты ушел. Ты часто исполняешь песни про любовь, всегда очень чувствительный, с пониманием, знаешь, о чем поешь. Я бы хотела поинтересоваться, был ли ты когда-либо влюблен, были ли у тебя отношения? Кстати, таких вопросов тоже было несколько, когда я выбирал. Да. Ну ладно, мне 20 лет. Да, у меня, конечно же, были отношения. И чувства я испытывал к разным, отношения абсолютно разные. И все это было прекрасно ярко. Я думаю, что я чувствовал у меня вот это вот понятие любовь пока что на то, насколько я могу любить. И я могу сказать, что меня это очень-очень поменяло, это чувство. И я желаю всем, чтобы любви было как можно больше, не важно. Проходит она? Ну она не проходит. Если что-то не так расстраивается, просто желаю, чтобы люди не расстраивались, а просто радовались жизни и получали любовь, потому что она во всем. Наташа спрашивает, когда ждать новых песен у тебя? Мы очень хотим тебя слушать, ты потрясающий. Я надеюсь, что буквально в январе, в конце января что-то, вот после тура буквально утрясется после этих двух концертов, надо встречать здесь какой-то концерт. Плюс финансовая сторона очень важна, чтобы записать какой-то трек и куда-то его выставить. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев что-то появится обязательно. У тебя есть такие тапорские песни, правильно? Да, я пишу немного, я пока это никуда, конечно, не выставлял. Ты пишешь и музыку, и текст? Да, и музыку все равно. Поэтому я надеюсь, что ту музыку я опять-таки пишу разную, и драматическую, и разную. Я надеюсь, что что-то будет опять-таки разное, контрастное, и со временем, буквально чуть-чуть скоро ждите что-то обязательно. Юля, спрашивай, какой самый необычный подарок ты получал своих поклонников? Что такого необычного подарок? Очень много. Все необычно мне подарили, прислали глобус. Такой маленький, вот такой вот кружочек, красиво, и было такое пожелание, и пусть весь мир будет у тебя платоник. И я таким настал, таким, и еще раз я продолжил ранее. Держал этот, он на сборке остается. Все мне подарили белый рояль, прочая работа, сделанная из бумаги, вот такой маленький. Настоящий. Наверное, фотографию. Да куда мне его пока ставить? Нет, я очень хочу проясню, конечно, но пока не буду его ставить. И я вот так на новый год не убежал, и он настолько, я вот, когда распакал, там была такая большая коробка, чтобы защитить. Столько конфетти, а потом достаю, и такой, вау, это драгоценность. Вообще портреты там, ну очень-очень-очень много чего приятно. Юля спрашивает, Кирюша, какие были твои ощущения на первом прямом эфире, можешь вспомнить? Очень смешанные. Я не знал, что такое прямой эфир, и как вообще проходит это. Мы работаем не просто на концертный зал, там, на жюри, на люди, которые вот сразу смотрят, а которые смотрят по ту сторону камеры. И чтобы, нужно сделать так, чтобы всем хотело, и в зале, и в камеру. И просто есть определенная, там, возможно, какая-то стратегия, как бы, ну, как вот, где стоять, где тебя вот сейчас снимут. Это надо запомнить, и именно, чтобы это вработалось. Но самое главное, что, когда выходишь, вот, особенно на первом прямом эфире, вообще все забываешь, делаешь все немножко не так, я там не так руку поднял, еще там что-то, может, не то сделал, ну, не знаю. Но это такие моменты, что, ну, это происходит здесь и сейчас, это самые-самые большие камеры. Сильно волновался? Я всегда волнуюсь перед любимым выступлением. Вообще, ну, артист, который не волнуется, ну, значит, все равно лучше. Поэтому это волнение здравое. Как справляешься с волнением? Некоторые настраиваются в себя по-разному, у некоторых какие-то маленькие талисманщики есть, что у тебя? Я просто всегда, во-первых, не люблю, когда меня там перед выступлением кто-то там трогает, у меня долго. Мне надо успокоиться, обратиться, настроиться на песню, я могу там походить, немножко буквально повторить первый текст, чтобы просто, наверное, войти в песню. Талисманщики, не знаю, у меня таких на привязанностей нет, какими-то вещами. Я знаю, что многие артисты боятся забыть текст, да, вы поете в прямом эфире. Не было у тебя таких моментов? Нет. Очень забавно, что люди думают, вот эти вот микрофончики, которые у нас в ушах, называются ИНРы. И все думают, что нам там говорят, куда там смотреть, куда идти, в одно ухо, в другое говорят, там текст подсказывают. Это далеко не правда. Это у нас ушной монитор, потому что на сцене их нет, и мы не слышим ни музыку, ни себя. И тут у нас подается музыка вместе с голосом, именно то, что происходит сейчас. Чтобы мы могли ориентироваться, что мы вообще поем, когда какая-то надо, когда вступать. Поэтому не думайте, что нам говорят, что нам делать, куда смотреть и какие слова петь. Я не знаю, я никогда не могу, что я забуду текст. Ну, это уже отличное качество для артиста. Юлия спрашивает, чему тебя научилась арта? Верить. Обязательно верить. Очень старался, несмотря ни на что вообще. Ушли друзья. Больно. Не важно. Поспал ты часа неделю. Ну, точнее, всю неделю спишь по три часа в сутки. Тоже, мне вообще я же не нравится. Еще какие-то моменты неудобные. Не нравится песня. Ну, вот, первое впечатление о песне. Что с ней делать? Ну, чему-очему-очему. Общаться с людьми, быть открытием. Вот это самое-самое главное, что мне дал этот фактор. Что разрушил самый барьер, что я вот даже вот сидеть и спокойно вот так вот честно, открыто говорить. Врачи не мог? Ну, такое. Было как-то сложнее просто. У меня как-то была вот такая вот стеночка такая невидимая, да, самозащитная. Сейчас как-то с этим попроще. Я стал больше, более открылся. То есть, ну, я отдаю. А самым сложным фактором было что? Недосыпы постоянные, постоянное напряжение. Что было для тебя самое сложное? Самое сложное, это для меня было это успокоиться и собраться. Понять, что вот делаем дальше, что сейчас. Потому что только вот тут только прошел эфир и потом сразу-сразу резко вы заключаешься в работу над следующими репертуарами, на следующий эфир. И вот это вот, а тебя интервью, съемки, еще что-то. Недосыпы постоянно, и ты получаешься бутылку шампанского, как будто растряслив. Конечно, на эфире она открывается и начинает брызгать. А нужно, чтобы она спокойно вылилась. То есть, мы и ассоциировали это состояние как будто с бутылкой шампанского. И мне надо было вот именно собраться, взять уроки и вставить игру. Все хорошо, собраться и спокойно работаем. Без какой-то именно суеты. Без суеты. Вот так. Также часто спрашивали, где будешь отличать Новый год? Новый год? Я хочу по-разному. Хочу созвониться с семьей, хочу видеться под утро с друзьями и хочу, конечно, где-то быть на сцене. Обязательно, чтобы войти в год стоя на сцене. Веришь в какие-то новогодние чудеса? В Веда Мороза, конечно, я уже не верю, что очень жалко. Ну и я люблю дарить подарки очень. И вообще, желание загадываю, когда падают звезды, когда вот что-то, не знаю, какой-то магический фонтанчик, какой-то камень, церковушки в Чернигове. Там, подойти к нему, дотронуться. В общем, такие штуки. Ну, я люблю загадывать звезды. Почему бы нет? Я люблю мечтать. И это помогает. Очень помогает. Очень вдохновляет. Как же интересуются читатели, кем ты был на новогодних утренниках в детстве? Какого кастюма тебя делала? Вот это хороший вопрос. Я уже... У меня когда-то в садике пел песню «Ты моряочка, я моряк» на утренниках. Знаете, вот так могу сказать. Я не помню уже что, но на детских утренниках я когда-то был на елке милогостью зайчика. У меня есть еще смешные такие фотографии с дедушкой. Милый костюмчик зайчика. Я не помню. Ну, наверное, года три было. Я сейчас лично помню. Ну, зайчика, наверное, были все мальчики и девочки с нежинками. А какие-то такие, может быть, какие-то такие? Мужчатеры там или что-то такое? Я играл «Колобка» в утреннике в детском садике. Да. Меня... Прям вот в огромном огромном... В кастрюле. Меня в войне, если поставили на сцену, там огромная, вот знаете, вот такие вот... Бадякины большие. И потом там что-то там... Либо там «Бака», либо «Лиса», я не помню. В общем, уже сюжет не помню. Ну, ты пилешь «Колобка», «Бабка с деткой»? Ну да, но там, я не помню, начало это было... Короче, что-то там происходило. Это была какая-то... Это была какая-то обыгранная сказка. Что-то там было новое. Они как-то вот смиксовали. Там и Василиса прекрасная была, и наши девочки. Боже, это было 17 лет назад, господи. Нет. Да, где-то так, в 16. Боже. И я вот это помню, что откуда я кастрюлю. И я кастрюлю такой дынь, и что-то там, какой-то стих рассказывал. Потом-то мы танцевали, пели, ой, столько всего было. Мушкетером был, гусаром был. У меня первая моя песня, с которой ваша нас вообще была, «Господа гусары». Какая прикольная песня. Так, еще у нас странный вопрос от Даши. Нарушал ли ты когда-нибудь закон? А ну-ка. Нарушал ли я закон? Или мы сейчас говорим о привлечении? Мы сейчас говорим, ну, о каких-то сложностях с милицией, например. Ну, не знаете, ну, меня забирали. Ну, за что? За плохое поведение. Ну, я подрался в общественном месте, в основном, нос к человеку. Ну, это было как бы за какие-то, не знаю, за его какие-то превышения каких-то моральных, каких-то очень-очень юридических прав. Заслужил, короче. Да, он заслужил, и я отстоял свое чисто мужское достоинство. Вот, поэтому. Но, как бы, не было никаких разбирательств. Меня выпустили, меня просто задержали. Добрые с ними обстоятельства. И, в итоге, потом я с чистой душой вышел и понял, что я прав. Вообще, вот, не надо. Так, любишь ли ты, любишь ли и умеешь ли готовить какое-то время? Люблю и умею готовить. А что любишь больше всего? Готовить? Угу. Я вот не пеку сладкое. Я вообще сладкое равно равнодушен. Я люблю очень мясо. Я готовый мясо. Я все могу готовить. А борщу мясу? Борщ могу готовить. Уже кто молодец? Ну, самый лучший борщ готовит моя мама. Самый лучший. Вот поэтому, когда я дома, я вообще не притрагиваюсь. Маше, какое у тебя любимое место в Киеве? Какое любимое блюдо? У нас много кулинаров. Честно, вот, знаете, есть такой момент, что мужчину спрашивать, что он хочет и что он любит, когда он сыт. Не стоит. Я вот сейчас сыт. Я выпил кофе после завтрака. Вот сейчас я точно ничего не хочу. Вот хочу в водичке. Поэтому сказать, что я люблю моё своё любимое блюдо я сейчас не могу. Надо будет встретиться, когда я буду голоден. А самые любимые места в Киеве я не знаю. Как ты не знаешь? Я люблю гулять. Я люблю менять место. Я могу просто здесь в трамвае ехать и наушники уже засудить и пытаться наушники просто. А ты в Киеве, кстати, давно живёшь? Удалось уже вообще познакомиться? Да, Киев красивый очень город. Мне очень нравится на арсенальное гулять. Сколько? Парни. Года четыре. Года четыре? Да, четыре года. Пятая группа. Да, за это время будете познакомиться. Не только с Киевом и Саховом, и с Черниговым. Так, что ты пишешь на арте? Какое блюдо тебе нравится, чтобы тебе готовила мама? Какие конфеты тебе больше нравятся? Следующий вопрос. Какой у тебя любимый фрукт? Фрукт. Я люблю гранат. Очень люблю гранат. Возврату, что он с косточками? Просто обожаю гранату. Мама приезжала на этот эфир, она спросила, что тебе приготовить. А я говорю, мама, ты же знаешь, что я ем немного. Да его вообще, как бы, мне на это и времени нет. Она такая, ну, все много, что привезти. Я понимаю, чтобы ее там не обидеть, я же хочется как-то провести. В субботу я говорю, слушай, ты вези мне гранат. Они прислали твоего таких шикарных гранат того же. И если я его проделываю, что это везет так. Я люблю киви, бананы, мандарины, я не знаю. Я люблю фрукты, овощи и мясо. Так, пишет нам еще Оксана. Привет, Кирюша. А ты французскую мову знаешь на достатньому рівні розмови, потому что пометила в твоем выполнении багатокуссень саме цією мовою, что тебе очень лучше. Спасибо. Я французский язык выбрал, потому что мне очень нравится. Один из самых красивых языков в мире. Очень похож на украинский. Не похоже, я бы не сказала, что они похожи. Очень, очень, очень похожи на самом деле. Но их всегда сравнивают. В мире их сравнивают, да. По своим милозвучностям. Но мы не говорим о том языке, кроме на базаре говорить. Французский. У нас в школе было такое, что два дополнительных языка добавляли. Я выбрал французскую, потому что я любитель мюзиклов. Уже тогда был. И единственный парень из класса, который поднял руку слава, я иду во французскую. Потому что и немецкий. Все ребята слушали «Ромштайн», и они все пошли в немецкую. Так долго с этого и никак не может. А я, слава богу, могу сесть там почитать, могу там буквально что-то чуть-чуть сказать. Но это было очень давно. Это прошло уже лет семь. Я там год-два учил французский. Поэтому хочу сейчас заняться и планирую французский потянуть на нормальный. Хотя бы на минимальный разговорный уровень. Было бы круто научать. У него с Ючего сильно хватает. Так, что что-то у нас еще пишут. Угу. Вот, сейчас пришел тоже вопрос. Это мне сейчас сразу приходит. Да. От Насти. Кирилл, привет. Ты очень талантливый певец. Мы все благодарны тебе за твою искренность, которую ты вооружал своим пением, за твое открытое желание успешного карьерного роста. Спасибо. Хотелось бы спросить, думаешь ли ты о том, чтобы организовать тур с концертами или просто со встречами со своими фанами по городам Украины? Фан-встречи планируются? Фан-встречи обязательно должны будут быть. Просто нужно сейчас выступить на концерте, а потом подготовиться и выступить в туре. Потому что вот до этого момента пока ничего я не смогу сделать. А после, в 11-2 числа, обязательно должны будут и концерты. И я бы, конечно, очень бы хотел, чтобы вышло именно организовать тур свой. Ну, конечно же. Это было бы очень круто. Вновь нам пишет Даша. На X-Factor ты часто болел. Как сейчас твое здоровье? Пожалуйста, одевайся теплее и отдыхай побольше. Ты нужен нам здоровеньким. Поздравлюсь. У меня, если ты готовили, говорили мы уже. Если бы ты не пел, то кем бы стал работать? Кстати, как родители вообще относятся к тому, что ты выбрал карьеру певца? У меня замечательные родители. У меня с ними очень-очень хорошее отношение. Они, в первую очередь, мои друзья. И они никогда не вмешивались в мою жизнь с какими-то вот наставлениями. Они дали во всем свободу выбора. И все делать по желанию. Потому что, ну, хочешь делать дело – делай его хорошо. И я очень-очень ценю за эти качества. Потому что мне так проще жить. Я не люблю, когда мне ходят, говорят, по нескольку раз сделаю, сделаю. Если я не хочу сделать, и сколько раз не говорить, я бы не делал. А так, как бы, это все было по желанию. А на профессии, которую я бы говорил, держи меня с нами. Я когда-то хотел стать пластическим хирургом. Я до сих пор мечтаю полететь в космос, полететь на другую планету. Да. Просто вот я бы очень хотел. Вы не представляете, с каким бы счастьем это просто было. Я считаю, что это невероятно. Это для меня было одно из таких невероятных, как выступление с гору. Поэтому я думаю, что у меня есть шансы полететь в космос. Хотя бы просто мысленно, своими мечтами. Надо записываться на Марс. Они же собирали какую-то команду. Да. Нужно было отправлять анкеты со всех стран, со всего мира. Я не слышала. Где-то год назад, наверное, формировалось. Я думаю, это было обязательно повториться. Да. И здесь бы концерт на Марсе, представляете? Станисляться на земле. Вот это, вот это было. Ну, то есть, родители не заставляют тебя. Они говорят, Кирилл, ну, певец это все хорошо. Ну, давай ты там, если бы, учись на юриста, чтобы у тебя была нормальная профессия по жизни? Нет. Они считают, что надо заниматься любимым делом. Чтобы, помимо, чтобы твоя, как бы, работа, якобы, принесила еще и удовольствие. И они верят в то, что в музыкальной жизни у меня все получится. И никогда мне не запрещали заниматься музыкой. Только, ну, хочешь, да, конечно. Пробуй, пробуй, делай. А ты ходил в музыкальную школу? Да, я ходил в музыкальную школу, я играл на фортепиано. Заставили или сам? Нет, я сам нашел. Сам заходил, да. Классно. Так, что ты считаешь своим главным достоинством и недостатком? Спрашивает Алена. Моя самая, наверное, главная достоинство, что я не, я не говорю о своих достатках, я пытаюсь над ними работать. Еще вопрос такой. После того, как закончился, да, вот тот эфир, что ты сделал первым делом, когда вернулся? А, ну, ты же не в квартиру вернулся, а на лагере. Да, да, да. Я же говорю, поэтому, что за... То есть не было возможности там где-то пойти. Что значит, ты выбрал? Я остался в опойме и сейчас работают так и все над выступлением на концерт, потому что буду петь там три песни. Ну что ж, на это время наше подходит к концу. Завершающее слово для поклонников. Еще раз хочу всем сказать огромное спасибо. Вот, это была моя вторая конференция в жизни. Я надеюсь, что она не последняя, что вот вы сейчас реально вот смотрите. И для меня это очень-очень, не столько как правильно, как-то особенно. Я надеюсь, что действительно своей музыкой вас именно пробуждают все те чувства, все те эмоции, которые я пытаюсь именно донести. И, конечно же, надеюсь, что мы будем с вами встречаться на концертах. Вам огромное спасибо, потому что это очень-очень было важно, чтобы вы имели за меня свои голосования, чтобы вы смотрели, поддерживали, верили. Спасибо вам большое и увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok